Приветствую вас. Давайте мы сразу скажем, что необязательно то, что с вами происходит с вами и с вашей подругой, означать, что в вашей дружбе конец. Дружба, если она у вас действительно была, то так просто не закончится на самом деле. Дружба, если она у вас была, она и есть. Просто по мере того, как люди идут по своему пути, в том числе и совмещая их путями других людей, встречаются разные обстоятельства, которые не всегда однозначны в плане того, как относится к ним человек. И как человек сам воспринимает эти обстоятельства. И поэтому на начало, прежде всего, желательно определить, как давно у вас начались разногласия. Желательно определить, с какого момента они у вас начались и каковы были основные обстоятельства этих разногласий. Исходя из информации об этом, уже можно будет делать определенный вывод относительно того, в чем заключается проблема. То есть, какая проблема. Вполне вероятно, что ваша подруга когда-то в чем-то на вас обиделась, или в чем-то она вас не поняла. И из-за этого, именно из-за того, что она вас не поняла, у нее случилось ошибочное мнение относительно вас. И это ошибочное мнение двигает ей как раз таки в сторону, опять же, негативного отношения к вам. То есть, понимаете, какая ситуация произошла, а у вас был в жизни некий эпизод. Этот эпизод был расценен вашей подругой, ну, определенным образом, определенным негативным образом, ошибочно. И с этого ошибочного, негативного восприятия началось вот такое, можно сказать, ваше общение, да, которое вас совсем не устраивает. Ну так и подумайте на начало, с чего все началось. Откуда берет начало та линия поведения, которая у вас сейчас? Ведь раньше же все было хорошо, если я правильно понял вас. Раньше же все было в порядке, верно? И лишь только потом что-то случилось между вами. Вот об этом, кстати, и нужно подумать. И когда подумаете, необходимо с подругой данную ситуацию, безусловно, отговорить. То есть, вот сразу напишите ей или скажите ей, лучше, конечно, вживую это сказать, что вот вы думали недавно о том, например, ну, о том, например, что вот между вами было. Вот тогда, как раз. То есть, речь идет именно о том, чтобы вы сами проявили инициативу в том, чтобы начать разговор о темах, которые вас беспокоят. Понимаете? Понимаете? И вот если вы это сделаете, если вы будете это делать, то вы сможете увидеть, насколько ваша подруга готова к тому, чтобы налаживать с вами отношения. Хочет ли она это делать или не хочет она этого делать. Но в любом случае, без подобных аспектов, без подобного определения проблемы у вас не получится ее решить. Существует и другая сторона вопроса. Существует немножечко другой аспект проблемы. И этот аспект проблемы заключается в том, что если спорит с вами подруга, а не вы, то она определенно пытается вам что-то, ну, как вы пишете, что-то доказать. И это говорит о том, что у вашей подруги как раз таки есть определенные трудности, определенные сложности, которые и заставляют ее так себя с вами вести. И соответственно, соответственно, чтобы она себя так не вела, кроме того, что я уже сказал, нужно, чтобы она не видела результат от того, что она делает. То есть она, например, хочет вас задать, осознанно или нет, а вы ей не поддаете. И чтобы не поддаваться на, условно говоря, ее, условно говоря, на ее такую провокацию, вам необходимо понять, что ей двигают. И понять, что человек против вас, лично против вас, ничего плохого не имеет. А человек через вас пытается реализовать какие-то свои страхи, свои сомнения, свои переживания и так далее. Но вы здесь не при чем. Если вы сможете абстрагироваться от того, что вам говорит ваша подруга, если вы сможете не вступать с ней в навязанную ей же форму диалога между вами, а направлять его в другой русло, то это даст понять подруге с учетом предыдущего, о чем я говорил, что вы хотите сохранить с ней отношения. И это очень важно. Важно сохранить отношения между вами. Вот такие вот два аспекта. Если то, что она говорит вас по какой-то причине задевает, если то, что она говорит по какой-то причине вам неприятно, то это уже связано непосредственно с вашим восприятием, с вашей особенностью восприятия. И, соответственно, работать тогда уже нужно именно с вас. То есть работать нужно уже в том направлении, почему вас это задевает. Прояснить это, почему вас это задевает. Что забрагивает ваши струны души в том, что говорит подруга. Потому что если что-то задевает, то скорее всего, скорее всего, если что-то задевает, значит, с этим вы в глубине души согласны, либо сомневаетесь, либо не хотите принимать. И это уже ваша проблема. И без избавления от вот этих вот негативных моментов в восприятии того, что говорит подруга, а равно и того, что говорят другие люди, опять же не получится у вас нормально пережить всю эту ситуацию и не потерять подругу. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.